добрый день с вами канал простые решения и сегодня мы с вами продолжаем курс по программированию на языке python и данный урок посвящен оператору вывода для того чтобы вывести что-то на экран в python используется команда print далее в скобочках указывается то что я хочу вывести давайте допустим выведем число 5 и так теперь давайте запустим нашу программу для этого можно использовать клавишу f5 сохраним нашу программу подтвердим сохранение и как мы видим у нас наша программа напечатала пятерку теперь давайте попробуем напечатать текст для этого я за место пятерки напишу привет и точно также запущу программу нажимаю f5 и как мы видим программа нам выводит ошибку все дело в том что сейчас программа пытается воспринимать привет как переменную а такой переменной я еще в программе не объявил для того чтобы вывести текст в python нужно его сделать строкой для этого достаточно данный текст поместить в кавычки причем можно использовать как одинарные так и двойные давайте запустим программу и как мы видим программа у нас напечатала привет допустим мне нужно напечатать привет вася для этого я использую еще один принт и напишу привет вася и так у меня используется два принта то есть я сначала напечатаю привет а потом хочу чтобы вывелось слова вася но когда я запущу данную программу я увижу что у меня привет и вася написаны в разных строчках все дело в том что print заканчивает свою печать переходом на следующую строчку этот параметр стоит по умолчанию но я могу его изменить для этого я скобочках после текста пишу запятую пишу этот параметр and пишу равно и далее в кавычках указываю просто пустоту таким образом я заменяю этот параметр со стандартного перехода на следующую строчку на просто пустоту давайте запустим данную программу и увидим что теперь у нас напечаталась привет вася а давайте попробуем теперь сделать этот параметр пробелом то есть когда мы сейчас запустим мы видим что у меня напечатается привет вася с пробелом то есть в этот параметр я могу записать все что угодно стоит отметить что данный параметр будет применяться только к данному принту то есть следующий принт будет также переходить на следующую строчку и если я еще что-нибудь добавлю здесь и запущу данную программу то вижу что сначала печатается привет вася а третий принт у меня печатается также с новой строчки также в параметре print я могу выводить не одно значение а сразу несколько для этого я их должен отделять запятыми давайте запустим нашу программу и увидим как это работает как мы видим цифры у нас выявились но они у меня выводятся через пробел и это тоже можно изменить используя параметр который называется сеп сепаратор который говорит о том чем будут разделены данные значения итак я точно также пишу кавычки и давайте допустим поставим здесь тире запустим данную программу и увидим что сейчас у нас вот эти вот значения напечатались через тире а что сделать если я хочу напечатать 123 без каких-то разделителей пробелов и так далее для этого я просто укажу пустое значение то есть кавычка за ней также идет кавычка давайте запустим опять эту программу и мы увидим что у нас напечаталась 123 также вы можете выводить числа и строки в перемешку смотрите то есть вывожу число 1 затем вывожу плюсик затем число 2 затем знак равно и затем вывожу троечку только не забывайте что их нужно отделять запятыми давайте запустим нашу программу и увидим что сейчас все работает нормально но опять же у нас идет пробел для этого допишем наш сепаратор и запустим заново нашу программу как мы видим сейчас никаких разделить или нету и у нас перемешку вывелись и числа и строчки также в принте вы можете писать целые математические выражения и и таким образом у вас будет выводиться результат данных действий кроме этого вы можете складывать и строки для этого давайте попробуем а прибавить б при этом буква а склеится с буквой б давайте запустим нашу программу видим а склеилась б а если бы мы их вывели через запятую то у меня между ними был бы пробел так как сепаратор все еще стоит на пробел также мы можем использовать параметры цеп и and одновременно давайте добавим какую-то чем букву c и если мы сейчас вы увидим это все дело на экран то мы увидим что у меня а и б отделяются пробелом а вот c у меня находится на следующей строчке теперь допустим я хочу вывести а и б и си через тире для этого я использую параметр сеп и задам его тире давайте запустим данную программу и видим что у нас получается а и б у нас теперь выводится через тире а вот c остается на другой строчке для того чтобы мне поднять на эту строчку мне нужно параметр and то есть чем закончится данный print мне нужно этот параметр изменить также на тире поэтому я оставлю еще запятую и пишу параметр and и также ставлю тире теперь давайте запустим как мы видим мы вывели наш текст через тире и использовали в одном при те как параметр сеп так и параметр and это все что я хотел сказать данном видео уроки по поводу оператор вывода print увидимся с вами в следующем видео уроке а если это видео вам понравилось ставь лайк и подписывайся на канал простые решения